22 августа, в четверг, представители администрации города провели встречу с жителями аварийного дома номер 40 на Щедрина. Во время нее люди смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Известно, что это деревянное здание имеет историческое значение, его необходимо реконструировать. Однако одна половина дома находится в плохом состоянии, другая – в удовлетворительном. Получается так, что дом, который вот эта наша часть, который в нормальном состоянии, то есть теперь тоже подлежит какой-то там реконструкции. Можно как бы вот эту часть дома, которая обрешала, и там действительно невозможно жить, на непригодном состоянии все реконструировать, а вторая часть дома, в которой три семьи живут, чтобы они пока реконструкция идет, то есть до момента расселения, чтобы они там проживали. Сотрудники мэрии дали подробную оценку состоянию дома, вопросы с документами по признанию этого здания аварийным, а также обозначили перспективы и сроки расселения, варианты решения жилищного вопроса граждан. Еще один вопрос, который особенно беспокоил собравшихся, это расселение жильцов, проживающих в той части дома, которая разрушается в маневренный фонд на время реконструкции. Галина Чудинина инвалид второй группы. Она говорит, что ей будет сложно подниматься на третий, четвертый или пятый этаж. Как мне там ходить, носить, допустим, сет, общий коридор, потом предложили мне на Ворошиловке, бог знает где, пятый этаж, туалет и раковина. Да, это нормально, я согласна, а в таких я не пойду. Такие вопросы будут решаться в индивидуальном порядке, пояснили представители администрации города. Выбирать подходящие квартиры маневренного фонда будут с учетом требований и предложений по квартире каждого человека. Наверное, сразу перейдем к вашим вопросам, потому что я чувствую, что у вас наболело, накипело. И мы по ходу встречи будем вопрос-ответ, вопрос-ответ. Рассказывать вам про все эти программы, ну, вы, наверное, уже устали о них слышать. С таким решением согласилось большинство жителей и участников встречи. Также представители мэрии и жильцы дома нащедренно обменялись телефонами, чтобы ускорить процесс расселения и реконструкции аварийного здания. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».